Добрый день! Сегодня у нас в гостях замечательный искусствовед, авторитетный исследователь художников Казахстана Камила Витальевна Ли. Именно Камила Витальевна в свое время, характеризуя творчество художников-шестидесятников, вела удивительный термин «тюркский романтизм». Камила Витальевна, сегодня мы с вами говорим об этом удивительном поколении, которое стало действительно по-настоящему новаторским. Первый вопрос в связи с этим — в чем, собственно, заключалось новаторство художников-шестидесятников и какова роль в этом процессе была их лидера, идейного вдохновителя Салихидина Айбаева? На самом деле это такой был очень интересный период. Во дворе бушевал социалистический реализм, а в мастерских, во всех этих творческих диалогах, дискуссиях рождалось какое-то новое понимание культуры и искусства Казахстана. Именно шестидесятники тогда поставили вопрос о том, каким должно быть новое искусство и как оно тогда, в то время, должно представлять национальную культуру. Это было принципиально. Собственно говоря, я думаю, что именно вот в этот период и именно в этой среде проклёвывался и, очевидно, зарождался вот этот процесс самоидентификации, который с каждым годом всё набирал и набирал обороты. Первая работа, которую выставила Айбаев в 1966 году на Всесоюзной молодёжной выставке в Манеже, это сейчас такая хрестоматийная картина счастья. Она достаточно известна и, можно сказать, и в нашей, конечно, художественной школе, и во всех других, наверное, национальных школах, особенно в Центральной Азии. Эта работа интересна чем? Во-первых, с одной стороны, там есть тональность социалистического реализма. То есть, что такое социореализм? Было указание сверху, что социореализм – это национальное по форме и социалистическое по содержанию. На самом деле Айбаев так и написал. Это абсолютно национальная тематика. Она социальная. Это рабочие люди, молодые люди, у которых всё впереди. И одновременно с этим, конечно, это достаточно пластическое, выразительное произведение живописное, которое впервые, наверное, в то время представило новый подход к пластической образной системе в творчестве молодых художников. Это вот эти крупные формы, это монументальность, это обобщенность, лаконизм, это локальность цвета, это условный пейзаж, который может быть бесконечным практически, с какими-то элементами быта вдали и так далее. И эта работа произвела сенсацию в то время в общем контексте, можно сказать, молодёжного советского искусства. Для Айбаева, конечно, помимо того, что он пытался найти свой индивидуальный язык, для него были опоры в его поисках, близкие ему по духу художники, например, Гоген, в первую очередь, наверное. Затем, конечно, вот это уже более поздний период, когда у него появилась вот эта кубистическая манера, он пытался расшифровать код творчества Пикассо. И это его настолько увлекло, вот это изучение, построение в духе кубизма, пластических форм, живописных форм, что, можно сказать, все вокруг тут же прозвали его Пикассо. У него в подъездах писали около его квартиры Пикассо и говорили на выставках «Ну вот, Айбаев опять Пикассит». Но, тем не менее, все вот эти его работы в такой манере, они всё равно сохраняют его в какую-то индивидуальную творческую манеру. Как Вы считаете, каково было влияние поколения шестидесятников в целом, и Айбаева в частности, на последующие поколения художников? Почему Айбаев и стал негласным лидером шестидесятников? Наверное, он где-то в своих работах предчувствовал поиски новых пластических форм в будущем. Во всех последующих поколениях для художников уже, можно сказать, уже XXI века Айбаев, безусловно, является такой непревзойдённой фигурой в поисках и своего «я», и чисто национальных тенденций в пластических образах живописи и так далее. Потому что сейчас уже считается, что он преодолел все эти преграды, которые были поставлены и временем, и непониманием соратников в какой-то степени, и неодобрением старшего поколения. И он продолжал развивать своё понимание, своё творчество, свою авторскую позицию, несмотря ни на что. Для всех последующих поколениях это была, наверное, такая необходимая фигура, которая давала им свободу творчества. И вот в этом поиске, какой бы ни был авторский стиль или цели, которые ставили молодые художники, вот такой пример Айбаева, он был абсолютно непреклонен. То есть он дал возможность им ощутить себя абсолютно свободными творцами. В постоянной экспозиции Государственного музея искусства меня был Хана Костеева всегда представлено одно произведение, знаковое для Сталихидина Айбаева, в котором очень ярко проявились как раз экспериментальные тенденции. И вот очень интересно, что это произведение вскоре после того, как его написал художник, более 20 лет не экспонировалось и подвергалось определённой критике в процессе создания. Расскажите, пожалуйста, историю создания этого произведения. И, кстати, почему у него два названия? Действительно, первоначальное название композиции «Обед. Забрание бригады». Так Айбаев под этим названием подписал договор с Министерством культуры. Эскиз был утверждён. Кажется, где-то три месяца Айбаев работал над композицией. И вот выставком он приносит работу, и все были просто совершенно ошеломлены. Во-первых, почему-то члены выставкома решили, что сюжет картины связан с известным библейским рассказом о Тайной Вечере. То есть члены выставкома сказали, что это за Тайную Вечерю здесь устроено. Во-вторых, вот персонаж, который слева, на торце стола представлен, вот перед ним стакан с томатным соком. В первоначальном варианте лежал кусок хлеба, и он так ладонью закрывал этот кусок хлеба. И было сказано, что простой советский человек не может от своих товарищей закрывать кусок хлеба. Он просто обязан с этим куском делиться со всеми. Айбаев был в ярости, его не поняли. Но потом он быстро успокоился и сказал, что работу порвёт, и он больше не будет её писать, и не нужен ему договор, он вернёт аванс и прочее, прочее. Но потом друзья, все сказали ему, нет, давай, продолжай, потому что она получается очень интересна. Почему интересна? Потому что, во-первых, здесь вот есть такое некое братство, да, среди всех этих людей, неважно, кто они, рабочие или там кто-то, может быть, в какой-то степени было похоже вот на всех друзей, которые собирались за Дастарханму, Айбаеву в мастерской. И вообще вот это человеческое общение было для шестидесятников очень важно. Во-вторых, кто-то помог ему переписать. Вот написали этот стакан, хлеб убрали, и практически ничего не изменилось. Тогда как бы никто из нас даже почему-то и не подумал, что это пикассизм, или это какая-то изломанная форма, или это недопустимо в контексте советского искусства. Потому что в целом работа получилась действительно очень выразительной, неожиданной и совершенно в стиле молодёжного искусства. В шестидесятые годы входят в историю советского искусства как период оттепели. Вообще удивительные исторические преобразования и, конечно же, приход к власти Хрущева приводит к тому, что в творческой среде происходят определённые послабления. Не столь жёстко давлеют рамки соцреализма. У художников или вообще представителей творческих профессий появляется гораздо больше свободы творческого самовыражения. Отсюда это название поколения художников-шестидесятников. Это ведь проявляется не только в изобразительном искусстве. Театр, литература, поэзия – всё это наполнено духом свободы, творчества, экспериментирования. И стадионы собирают молодые поэты, такие как Евтушенко, Рождественский. Огромные центральные, централизованные выставочные залы, такие как ЦДХ или Манеж, представляют искусство 15 республик, 15 сестёр. Представляете, как престижно было представлять свою республику, какой жесточайший отбор происходил. И от казахстанского искусства в середине и конце 60-х годов выступает группа молодых художников во главе с лидером, вдохновителем, одним из ярчайших харизматических представителей этого поколения, с Элихиддином Айтбаевым. Именно тогда в Москве было представлено это удивительное полотно под названием «Счастье». Интересно, что вообще мы вкладываем в это? Такое простое и такое сложное понятие – счастье. Что есть человеческое счастье? Ведь формула-то очень проста по сути своей. Жить в мире, пребывать в любви, любить и быть любимым, заниматься ежедневным, каждодневным своим трудом. В этом и есть человеческое счастье – жить в родном мире, в родном доме. И взгляните, художник, выстраивая свою формулу счастья, выбирает очень необычные, интересные, живописные приёмы. Это и крупные формы, максимальное приближение главных персонажей к переднему плану композиции, локальные цвета, подчёркнутая силуэтность, отсылка к орнаментальности форм. Интересно, что художник сумел найти такие изобразительные, выразительные, живописные средства, что это произведение стало не просто символом этого поколения. На сегодняшний день это произведение является одним из брендов нашего замечательного художественного музея, Государственного музея искусства Няблхана Костеева. Сальхидин Айбаев увлечён кубизмом. Это проявляется и в малых, и в больших форматах. Это проявляется и в определённых технических приёмах, которые частично включаются в композицию, либо преобладают, очевидно. Именно явно с преобладанием тенденции кубизма решается композиция «Верблюды» или «Верблюды на Джайляо», которые созданы в середине 70-х годов. Обратите внимание, как художник пишет этих величественных, огромных животных, их спокойную величавость, их расслабленность и какое-то состояние абсолютного слияния с окружающим миром, этой органичности, которая присутствует этим кораблям пустыни. Интересно, что сама тенденция вот этой характерной геометризации форм, присущей для кубистического стиля в целом, как и стремление разбивать предмет на составляющие и попытка показать предмет одновременно с разных сторон, это всё то, что делали художники Пикассо и Брак ещё в начале 20-го столетия. Интересно, что эти же тенденции очень органично казахстанские художники вписывают в местный национальный контекст. И интересно, что сама техника письма крупным подчеркнутым мазком, которая буквально лепит форму этих величественных животных, неизменно отсылает именно к стилистике казахстанских национальных ковров. Вот эта тенденция связи с традиционным казахским искусством, которая постоянно настойчиво продвигается художниками-шестидесятниками, она присутствует в этой композиции. И здесь, как и во многих других произведениях более позднего периода Салихиддина Айдбаева, появляется его характерный фирменный ультрамариновый цвет, который даже многие исследователи прозвали ультрамарином Салихиддина Айдбаева. 92-й год, период создания работы под названием «Тетя Бахыт». Совершенно другой подход и другая стилистика, более камерная, более интимная. Художнику очень важен портрет, образ близкого человека. Это образ традиционной казахской женщины в традиционной казахской одежде, с замотанным на голове платком. Она сидит в интерьере юрты. Мы даже видим диагональное пересечение киригей-юрты на фоне. Обратите внимание, как меняется стилистика живописного строя. Большее обобщение, очень смелые, крупными мазками, написанные цветовые плоскости, которые буквально выстраивают поверхность живописной структуры полотна. И, конечно же, сам образ этой женщины, которая сидит спокойно, взгляд ее устремлен вдаль, руки сложены на колени. И этот образ одновременно чувствуется, что он очень близок для художника. И при этом очень сложная цветовая живописная структура этой композиции выражает и характер изображенного персонажа. То есть художник понимает свою задачу в создании портрета гораздо сложнее, нежели передачу внешнего сходства. Это и внутренний мир человека, его повседневные привычки, показать человека таким, каким художник его знает и видит. И вот этот психологизм образа – это то, что характерно для многих портретных образов Салихидина Айтбаева. Нередко в творчестве Айтбаева наблюдается обращение к интерьерным композициям. Интересно, что сюжет «Семья Чебана» внутри интерьера юрты возникает у художника неоднократно. Он создает несколько вариаций этой композиции, и две из них представлены в коллекции нашего музея. Одну из них сейчас мы видим. Интересно, что композиция строится по круговому принципу. По сути, группа людей, которая располагается по полукругу, фактически повторяет или вторит самому круглому интерьеру юрты. Мы же знаем, что юрта – это то же сооружение, которое является круглым в плане. И вот это само тяготение к круглящимся формам – это как поиск гармонии мира. Потому что всё, что объединяет людей, всё, что находится в каком-то равновесии и соразмерности, которые стремится найти художник и выразить при помощи визуальных средств, присутствует в этой композиции. Во-первых, взаиморасположение персонажей или членов этой семьи, которая показана здесь. Глава рода, который нежно обнимает и защищает младшего ребёнка в семье. Мать, торжественная, царственно восседающая в композиции, которая тоже склоняется к своему ребёнку. Всё это происходит в единой гармоничной взаимосвязи с окружающим миром, в данном случае с главным местом обитания кочевника – юртой. И интересно, что здесь присутствуют все те духовные и нравственные идеалы, которые художники стремились искать и находить, и воплощать в своих произведениях. Потому что здесь и почитание семьи, и преемственность поколений, передача знаний или любви бесконечной от старшего поколения к младшему. Ещё одним примером интерьерной композиции является работа в мастерской. Интересно, что здесь художник решает совершенно иные задачи. Если в других композициях он делает акцент на человеке, то здесь, в этой картине, сидящая в интерьере мастерской модель, является не главным персонажем. Скорее художнику очень важно показать ту творческую среду, где и рождаются художественные произведения. Вообще невольно задумываешься о профессии художника, потому что это и счастье быть избранным, чтобы создавать творческие произведения. С другой стороны, тяжёлый крест. Потому что муки творчества – это очень серьёзная, большая работа, которая не отпускает круглосуточно. Потому что истинно, подлинно творческие люди не могут жить вне искусства, не могут не творить. И взгляните, как художник выстраивает очень необычно композицию этого произведения. Всё, весь интерьер строится пересечением диагональных прямых, очень напряжённым, очень острым, с множеством углов. Это напряжение усиливается ярко-красным локальным пятном, которое наполняет холст, ещё не завершённый, может быть, даже не начатый. Может быть, этот ярко-красный цвет рождается закатными лучами солнца. Но это напряжение, которое присутствует и внутри мастерской, и в душе художника – это то, что наполняет его жизнь, его творчество, его судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok